Наметанный на ошибки глаз наверняка скоро поможет тем участникам конкурса, которые заканчивают школу. Ведь впереди единые госэкзамены, которые от учеников потребуют не только знаний, но и внимания, хладнокровия. В этом году много нового в самой процедуре сдачи. В суть изменений вник Алексей Калякин. Егору Орлову, как он шутит, сдать экзамен по математике в девятом классе на отлично помогла пятерублевая монета, которую прятал в левый ботинок. Но главное, естественно, он несколько раз в неделю после лицея ходил к репетитору. Можно сдать на баллов 70, я думаю, 80, но без репетиторов от 80 до 90 ты никак не сдашь. В школе не проходит ни Ц5, ни Ц6. Анна Малкова сегодня довольна своими учениками. Они легко справились даже с самыми сложными задачами. Смотрите, вы уже интуитивно догадываетесь, что здесь надо сделать. Собо даже не размышляю. Это отлично. Заниматься с репетитором и днем, и ночью не нужно, считают педагоги. Просто начинать подготовку к выпускным экзаменам нужно как можно раньше. Надо, чтобы был запас. Не то, что вот мне нужно сдать на 80 баллов, и вот готовлюсь ровно на 80. Нет, лучше планочка немножко поднять. Пускай будет с запасом. Мало ли, какие могут быть неожиданности на ЕГЭ. Во избежание возможных проблем на ЕГЭ психологи рекомендуют брать на экзаменах, казалось бы, элементарную, но на самом деле необходимую вещь. Важно научить ребенка обращаться с часами, как ни странно. При подготовке научить его отмечать, сколько времени прошло, сколько времени уходит на конкретные задания. Потому что ребенок часто теряется в этом, и начинается паника. В этом году ЕГЭ по русскому языку продлили еще на полчаса. Теперь экзамен будет длиться 240 минут. Это для того, чтобы ученики могли проверить, все ли они верно сделали. Внесли ли они в бланки ответов свои ответы, проверили свое сочинение. Очень рекомендую работать, например, с черновиками. Кроме этого, задания по арфаэпии станут проще. Туда включат только те слова, которые чаще всего употребляются. Но сдавать экзамен выпускники по-прежнему будут в чужих стенах. Ольга Белова в прошлом году не сдала с первого раза экзамен по биологии. Хоть и училась хорошо, да и готовилась старательно, но переволновалась. Пересдавала уже после выпускного. Успешно на 4. Страшно оказалось почему-то какая-то, не знаю, безысходность даже. Не знала, куда деваться. Нас, учительница, еще раз подготовила. Все с нами просидела, все с нами прорешала. И это реально помогло, вселило в надежду, что не переживайте, все сдадим. Сдавать выпускные экзамены в этом году будут 800 тысяч человек. В Минобранауке уже утвердили расписание единых государственных экзаменов. Так досрочный этап пройдет уже в 20-х числах апреля. Основная масса выпускников сдавать русский язык придет 27 мая. А математика назначена на 3 июня. Алексей Калякин, Екатерина Белова, Владимир Герасев и Павел Байдавов. Первый канал.